О да, нам придется снайперить. Ну что ж, снайпер пошел. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон. Я рад вас приветствовать в очередной части страстей по Фаркраю, где мы продолжаем развлекаться на нашем веселом, веселом, веселом острове. И давайте я возьму вот это оружие под названием Дезинтегратор вместо нашего лука. Посмотрим, как оно, в принципе, мы догадываемся, как оно себя должно вести. Но все же мы с ним не бегали, поэтому стоит, стоит как раз этим заняться. Итак, впереди нас ждет испытание Ракет, испытание Путь Охотника и примерно два испытания Охотника за головами. И давайте начнем с самого первого испытания Охотника за головами. Наемник окопался неподалеку у японских бункеров. Убейте его ножом, как истинный воин Ракет. Ну, мы будем убивать просто, как истинный воин, ничего особенного. Сядем в нашу машиночку. Кстати, есть там пулеметик или нет? Нет, нет, пулеметик, обойдемся мы без пулеметика. Мы сами как пулеметик. Огромный, здоровенный, стреляющий, всеразрушающий пулеметик. Где-то вон там на холме, давайте я прям на пол заеду. И, возможно, у нас получится немножечко... Ой-ой-ой, не спешим, не спешим, не спешим. Кстати, тут письмо. А сейчас я до смеха, до смеха, до смеха хотел использовать невидимость. Боже мой, я переиграл в Кризис 3. Я переиграл в Кризис 3. Хотел использовать невидимость, но, как вы понимаете, здесь это невозможно. Так, мы замечаем первого парнишку. Похоже, он охраняет вход в бункер. Пока он нас не видит. Давайте-ка попробуем отвлечь его. Он озирается, но все-таки... Все-таки не особо спешит приближаться. И мы сзади настигаем его. Отлично. Так, надеюсь, здесь больше никого нету. Нет, на кого я надеюсь вообще? На то, что здесь никого нету, быть такого не может. Быть такого не может. Поглядите-ка, сколько там ребят. Двое. Отлично. Пока вроде двое. Ну, двое. Все-таки не пятеро. Так что справимся. Так, я вижу еще одного парня в бункере. Аккуратно, чтобы он нас не спалил. Заходим. И ждем его здесь. Да. Небольшое отвлечение для того, чтобы он точно шел к своей цели. Так сказать, точно знал, куда идет. И продолжаем мы нашу тихую, незаметную, смертельную охоту. Смертельный танец. Танец смерти с ножом. Итак, где-то письмо. Отлично. Давайте возьмем письмо. Отлично. Взяли письмо. Так. И продолжаем. Очень хорошая топография. Невероятно много кустов. Но мы пока что еще даже не на сантиметр не приблизились к тому парню, которого надо нам убить, собственно, по квесту. По нашему заданию. Можно, конечно, взорвать автомобиль вместе с этими парнями, но... Я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте попробуем отвлечь их. Нет, к сожалению, что-то они вообще даже не слышат. Совсем даже не отвлекаются на эту. Но, что классно здесь, можно вот так реально спрятаться за кустом. Тебя, правда, не найдут. Совсем. Никогда. Итак, я сейчас попробую сделать дерзкое нападение. И нас кто-то практически увидел. Я не могу понять, кто... Ага, парень наверху. У нас есть парень наверху. Прекрасно. Еще один готов. Хорошо. Так, ам... Кто закричал, у нихрена себе? Вот это мне не нравится. Я подожду парнишку и садану ему в голову. Готов. Так, а, следующий у нас идет наш наверху где-то. Он не может отсюда слезть. А, это тяжеловес. Классно. Так, ага, я понял. Похоже, похоже, как раз единственный, кто остался, это тот, кто... Нам нужен? Нет. Нет, слушайте, нет. Свободен. Так. Кто же, где же? Тяжеловес. Я знаю, он наверху. Он не может сейчас слезть по своему, так сказать, стандартному пути. Поэтому... Еще один тяжеловес. Что ж такое-то, а? Так, эм... Пока он нас не видит, хорошо. Как бы нам пролезть, пролезть. Давайте с другой стороны я попробую. Где же тот самый, которого нам нужно убить по заданию? Вот это я не понимаю. Не уйдешь. Свободен. Так. А, следующий за нами бежит. Не догоняет. Где же этот? Вон он. Вон он. Да, этот? Этот. То, что нужно. То, что нужно. То, что нужно. Так, где же тяжеловес? Тихонько, тихонько, тихонько. Надо его, главное, зафиксировать в цель. Зафиксировать тяжеловеса второго в цель. Или он один был? Нет, было бы, конечно, хорошо, если бы он был один. Но, мне кажется, нет. Он не один был. Давайте нашего парнишку немного озадачим. И проведем наш коронный удар в сердце. Да. Свободен. Действительно, был один тяжеловес. Странно, мне казалось, что их было несколько. Ну, в смысле, двое. Но, как видите, как видите. В принципе, практически чисто все сделано. Только один парень все-таки нас заметил. Ну, что поделать? Что поделать? Бывает, бывает. Так, давайте посмотрим дальше, куда мы отправимся. Для разнообразия давайте-ка сразу отправимся к испытанию ракет. А потом, ну, вот, наверное, к этой охоте за головами. Хотя, может быть, может быть, эта охота за головами как раз и приведет нас к испытанию ракет. Давайте ее возьмем. Может, так и получится. Скорее всего, даже так и получится. Потому что обычно так вот охота и делается. В таких интересных местах, где находятся камни ракет. Знакомый аванпост. Знакомый. Хотя, похоже, он не знакомый только потому, что они здесь одинаковые. Почти традиция ракет. Убейте пирата, слоняющегося рядом с местной фермой. Так, откроем мини. Мини-карту. То есть, полную карту. Ага, ну вот, как я и говорил, примерно она ведет нас именно туда, куда нужно. Так, что взять нам? Бушман. Бушман классный. Бушман шикарный. Бушмана прицел, кстати. Хотя нет, похуже у него прицел на самом деле. Но это все из-за того, что это оружие, так называемое, так называемое готовое оружие уже, которое нельзя поменять. Смотрите, какой отличный куст. Как мы можем из него шикарно кемпить? Один, второй, третий, нет, это тяжеловес? Да, это обычный тяжеловес, самый простой из всех, так сказать, тяжеловесов. Давайте присядем, возьмем нашу кемпилку шикарную. О-о-о, промазал. Ах, да что ж такое? Удивительно, нас видят. Так, ладно, ладно, не получилось у нас закемпить. Ладно, ладно, хорошо, хорошо, тихонько. Тихонько, тихонько, я опять выйду на позицию. Что ж такое-то, промазал. Ну, видимо, расстояние слишком большое. Плюс эти кусты еще мне мешали. Так что ничего, ничего, нормально. Сейчас все будет. Ну, расстояние действительно, поглядите, какое кошмарное. Ну, блин, сложно, честно. Давай. Готов. Так, он нас видит или не видит? А, ничего, теряет, теряет, теряет цель. Ну, правда, попасть в такую маленькую голову с такого расстояния, это нелегко. Плюс он дергается. Ха-ха. Как контуженный, блин. В конвульсиях все время дергается. Ну, он еще и ушел. Супер. Жалко, что через стены я не могу стрелять. Очень жаль. А этот парень, смотрите-ка, со своего пункта не сходит, со своего насеста. Как зомби, смотрите, ходят. Действительно, как зомби. О, загорелся. И главное, если я попадаю в цель, да, они не замечают, откуда я стреляю. Отнюдь, если я промахиваюсь, то они тут же знают, откуда я стрелял. Через стену он не стреляет, нет? О, тут еще один тяжеловес, я его через окно заметил. Не, походу они из дома выходить не хотят вообще. Ладно. Значит, нам время немного поплавать. Пробраться немного по-тихому туда. Использовать уже наш бушмен. Забавно, некоторые задания охотников за головами я выполняю еще, ну, начинаю выполнять еще до того, как доберусь до контрольной точки. Так, 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 так. Так, этот парнишка тут уже, уже может нас увидеть вполне. Он вообще очень хорошо кемпит территорию, снайпер. Что поделать? С кем, с кем имею дело? Не, я точно переиграл в кризис, опять сейчас хотел усиленный прыжок сделать. Ха-ха-ха. А усиленного прыжка тут нет, здесь только обычный. Стандартизированный. Ну вот. О, боже мой, теперь-то я не промажу, да, я хотел сказать? Но пришлось все-таки промахнуться разом. Да как он меня видит через дерево? А, все, сменил позицию. Не, он видит меня через дерево. Вы видите? Видит меня через дерево. Обалдеть. Ладно. Мы пойдем другим путем. Там еще эти тяжеловесы гадкие. Вот что мне не нравится. Давайте зайдем совсем с другой стороны. И разделаемся с ними. Заберемся прямо в домик. А, у нас получится забраться прямо в домик? Вообще должно получиться. По идее. Только вот они кемпят вход. Вот что плохо. Как он меня увидел? А, окно! О, боже мой, окно! Фу. Фу, этого мы ножичком убили. А этот парнишка... Ух ты! Он решил попользоваться гранатками. И тут-то было. Сейчас мы зайдем с другой стороны. Я смогу забраться? Нет, я не могу забраться здесь. К сожалению, было бы так круто сейчас забраться. А, вот ящик. А? Ну давай же, ну заберись. Ай. Ну что с тобой не так, а? На, получай! Получай, говоришь? А, как тебе это? Свободен. Ну что ж. Я не понял, что с ним. Ээээ... Я его вроде как убил, но нет, да? Не убил? Что с тобой, чувак? Ха-ха-ха-ха. Забавно. Я его вроде как убил, но не убил. Он завис. Ха-ха-ха. Забавно, забавно. Итак, теперь отправляемся к испытанию ракет. Посмотрим, что нам сулит предпоследнее испытание ракет. Надеюсь, будет что-то задорное, интересное. Быстрое, веселое и неожиданное. Так, на лодке мы сможем до него добраться или нет? Нет, на лодке мы не можем до него добраться. Мы могли бы добраться до него на машинке, но у нас ее нету. Поэтому, Джейсон, 11 номер. Вперед. Лговато нам бежать придется, но испытание ракет, оно того стоит, безусловно. Безусловно, оно того стоит. Все время там какие-нибудь интересные, интересные заданицы бывают. Бывают, конечно, и скучные. По-моему, парочка, что ли, была. Хотя, нет, честно, не припомню. Все время какие-нибудь классные вещички. О, топирчики побежали, веселые. Меня просили, так сказать, посмотреть всякие зелья. Ну, давайте я сейчас открою меню, мы посмотрим вместе с вами, какие зелья у меня есть. Есть медицинские препараты, мы их смотрели. Снадобье для отхода, опять же. Зверобой позволяет наносить повышенный урон животным. Ну, собственно, вы сами понимаете, что... Ну, вкалю я его, быстрее буду убивать. Собственно, ничего там интересного нет. Усиление чувства. Обострение чувства помогут вам обнаружить врагов по запаху и находить взрывчатку по химическим испарениям. Отлично. То есть, мы будем видеть бочки и мы будем видеть, собственно, врагов. Так же, как и животных, когда я применял, по-моему, что-то инстинкт охотника, что ли, такое. Огнеупорный. Ну, его я уже делал, когда мы жгли коноплю. Снайпер. Коктейль из природных ингредиентов придаст исключительную точность вашим выстрелам при стрельбе на вскидку. Ну, опять же, на вскидку. Что, я стреляю когда-то особо на вскидку? Очень редко. Очень редко. Усилитель чувств. Натуралист. Обостряет реакцию на хлорофилл. Позволяет замечать растения. Ну, опять же, мы их и так все видим, из-за того, что мы открыли вышки. Ныряльщик. Задержать дыхание. Ну, ерунда. Спринтер. Бегите, плывите быстрее. Ну, честно скажу, он просто себе вколит их и будет плыть быстрее. Ничего в этом особенного или интересного нет. Был интересный репеллент, который отпугивал зверей. Я его, конечно, попробовал, потому что действительно, действительно, там есть где посмеяться. А все остальные, ну, это так, небольшие бонусы, которые пригодились бы нам, ну, не знаю, играли бы мы там на воин. И то, я думаю, не пригодились бы они особо. Это так, для разнообразия. Итак, посмотрим, что нам нужно брать. Побить 335 очков? Пф, как нефиг делать. Погнали. Итак, в яблочко убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. Да неужели нам придется снайперить? О, да. Нам придется снайперить. Ну, что ж. Снайпер пошел. О, вот это снайперка, слушайте. Вот это снайперка, так снайперка, я вам скажу. Вот бы нам еще не перезаряжаться. Вообще. Так, откуда, откуда стреляют? Да что такое? Ховачко ему. Да, неплохо. Слушайте, он с броней, гад. Он необычный такой. Дерьмовый, никчемный. Она действительно не перезаряжается. Это офигенно. Ничего себе скорость, с какой мы можем стрелять. Ну, где ты тут, урод? Вот, один. Второй. Третий. Четвертый. Взрывчик. Хорошо бы в голову, конечно. Да что такое? Я из-за того, что здесь можно так быстро стрелять, особо не целюсь, на самом деле. О, даже в башку попал ему. Еще раз. Так. Где бы нам еще найти? О, еще премия за время. Где еще здесь премия за время? Тут ничего нету, ну ладно. Мы типа... А, это помните то место, где... А, мы оборонялись с васом. А, то есть, все оборонялись. То есть, атаковали, наоборот. Еще, помните, сперли вертик у него. Что, там 44 секунды осталось? Сейчас, настреляем. Настреляем, настреляем, чтобы побить этот рекорд моего знакомого. Давай же уже, сдохни. Еще одного в башку. Где я, где они? Вот. Вот. Давай, 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 давай. Ес. Еще одного. 375. Вот, уже, уже неплохо. Уже побили. Отлично. 380. Веселенькое испытание, конечно. Забавненькое. Ну, как сказать вам. Не то, чтобы я прям супер был рад. Вы, по моим эмоциям, это, в принципе, и поняли. Потому что, ну, да, да, мы стреляем со снайперки. Да, действительно, такое испытание имеет место быть. Имеет право на жизнь, так сказать. Но, да, это не то испытание, с которым я буду веселиться, смеяться и хотеть пройти его снова и снова и снова. Например, с пулеметом или с закидыванием всех гранатами. Это было, конечно, веселей. Или с бесконечной ракетницей. Было классно, конечно. Так, а теперь мы отправимся на задание охотника. Охотника. Бумажник уже полон. 16 карт мы нашли из 20. По аванпостам надо будет потом мне пробежаться лишний разочек. И забрать оставшиеся карты. Местному чучельнику нужен редкий белобрюхий топир. Убейте такого из предоставленного лука. Ну, а сейчас нам уже, так сказать, выдаются задания на животных. Ух, какая развалюха. Сто лет на такой не катались. На животных, которые являются редкими и нужны нам для того, чтобы создать последнее улучшение для наших шмоток. Хух, ё-моё, в БК вредность. Какая жесть. Так, где там этот топир белобрюхий? О, нет, там река впереди. Впереди река, только не эта. Я не преодолею брода. Не преодолею брода. Давай, ну, Джейсон. Что такое? Где твое подводное плавание? Чуть-чуть бы переехали. Нет, это не советская машина. Был бы это старый козлик. Мы бы уже были вот здесь. Уже бы высушивали наши колёса. Так, где наш лук? Давайте что-нибудь заменим. Что мы заменим? Заменим пушмен. Мина. Нет, мину нельзя заменить, к сожалению. Так, ну, пулемёт нам явно пригодится. Дезинтегратор, бушмен. Да, давайте бушмана заменим. Потому что... Ну, бегали мы с ним уже достаточно. Парниша отработал на отлично. А теперь нам нужно убить белобрюхого топира. Где бы он там ни был, этот белобрюхий топир. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это ты белобрюхий топир? Не знаю, не знаю, не знаю. Может и ты. Что-то там... Давайте посмотрим, у него брюхо белое. Не, это какой-то обычный топир, как мне кажется. Мне нужен белобрюхий. Ты белобрюхий? Признавайся. Не-не-не, это не белобрюхий. Белобрюху вы бы сразу, наверное, узнали, я думаю. Это где же ты? Что ты там кряхтишь, а? Так, это вообще не топир. Ну, где же... Ага, вот он. Какой же это белобрюхий? Он скорее... Белоспинный топир. Эй, стой. Да ну его как-то даже жалко убивать, слушайте. Он нас даже не атаковал, печаль какая-то вообще. Жалко, жалко его, что поделать. Жалко. Давайте кожу с него сдерем. А, не, мы уже содрали, он даже анимацию не сделал. Давайте изготовим большой подсумок для мин. Да, теперь у нас огромный подсумок для мин есть. Такое чувство, что это мышка там лежит в кармашке. Мышка для ноута Джейсона. Так, ну и последнее, что нам останется. В следующей серии мы убьем однорогого буйвола и заберем его в шкуру, чтобы замутить наш бумажничек, который влезет, по-моему, до 10 тысяч долларов. О, толстый бумажник. Я бы мешок завел себе полиэтиленовый и туда деньги складывал. Только бы не оставлял их на улице, понимаете? Но Джейсон не такой. Все, что не влезает в бумажник, я выбрасываю. Как true racket. Да. Посмотрим на наши задания, сколько их осталось. Внизу мы все прошли, все-все-все-все-все прошли. Так. А у нас остается, ну, тут разные гонки. Тут бамбуковая поляна, крокодиловая аллея, в принципе. Стрельба из пистолета, стрельба из дробовика. Это мы все делали. И раз, два, три, четыре, пять заданий. Которые я, в общем-то, хотел бы оставить на, так сказать, следующую... Следующую... Часть наших веселых похождений по Far Cry 3. Давайте я отправлюсь на бамбуковую поляну. Мы там прокатимся. И на этом закончим эту часть. Посмотрим, что там за веселые покатушки будут у нас. Так, мы забрали ноутбук отсюда? Вроде бы забрали. Какая тут плита, холодос. Картошка. Ух ты, мы подошли и предметы заплясали. Ха-ха-ха. Как корзина отсюда. Прямо-таки выскочила, выпрыгнула. Ха-ха-ха. Веселая прямо. Она чувствует наш кураж, наш задор. Не смогла удержаться, да. Так. Вот наша машинка. Старенькая, дерьмовенькая машинка. Люблю такие тачки. Напоминают мне о старой-старой доброй игрушке Xenus. Которая, к сожалению, была плохо-плохо автоматизирована. И предлагала практически всех. Я не знаю, у кого она не лагала. В то время, когда она вышла, наверное, все-таки у всех лагала. В том числе и у меня. Сколько бы я там оператива ей не давал. На пропитание она все равно тормозила люто. Но игра была самобытная. Там был, наверное, после GTA... Да что ты все время у вас что-то врезаешься? Я даже не понимаю. После GTA, наверное, самый первый бесшовный мир был. В такой краске Xenus. Так что идея вообще была в разработке игры отличная. И все-таки ее довели, конечно, до конца. Даже продолжение выпустили. Так что да, имеет право на жизнь. Вставай, мы тебя не убьем. Давай, вставай. Давай нам задание. Я хочу прокатиться. Прокатиться. Ну что с тобой, дурень? Дай нам задание. Не тупи. Дай задание, или я тебя застрелю. Да, нормально я вожу. Во. Отлично. Эксперт по барабану. Сейчас проиграем все. Это кто тут приехал? Ага, на старт, внимание, марш. Давай, 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 давай. Почему я не мог сразу залезть на него? Вот похоже, самая, так сказать, подстава в этом всем. Неплохо, слушайте. Проехаться через такую бамбуковую поляну красивую. Мне нравится, нравится. Смотрите, какие тут. Какое тут окружение. Красивое там. Какие-то гиены с ними наши. Раки борются. Плохо, что ты начинаешь не на транспортном средстве. Должен сначала залезть. Потом оно должно завестись. Потом оно должно протупить немножечко, прежде чем ты двинешься вперед. Так просто оно не поедет, конечно же. Вот, и в итоге ты теряешь драгоценную последнюю секунду, которой как раз и не хватает, чтобы ты выиграл на эксперте. То есть, я вот сейчас, конечно, поеду, но вот, опять же, вот я врезался. Все, я уже не получу никакого эксперта. Ничего не получу. Потому что осталось нам совсем чуть-чуть. Пять, четыре, три, два, один. И вот, пожалуйста. Я немножечко не успел. Немножечко, чуть-чуть не успел. Ну, давайте еще разочек проедемся. Посмотрим, на что я способен, так сказать. Да давай уже, эксперт. Все, я крут, я крут. Я крут. Сейчас проедем на эксперте. Это будет отличным завершением. Давай, 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 давай. Ессс, поехали. Поехали, поехали, поехали. Только ни во что не врезаться бы мне по дороге. Ничего, сейчас все проедем. Все у нас будет четко. Уже вечер, правда, наступает. И бамбуковая поляна выглядит не так эффектно, как днем. Но ничего. Тоже имеет право на жизнь. Тоже выглядит весьма неплохо. Жалко, что дорога все время не такая широкая и красивая, и удобная. И под конец нам приходится через какие-то бамбуковые заросли пробираться. Ну, ничего, ничего. Сейчас у нас все получится. Гиены проклятые. Я отвлекся на них. Думал, что нам в другую сторону. Нормально, нормально, нормально. Сейчас, 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 давай, 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 давай. Сейчас все проедем. Все проедем везде. Мы с тобой сейчас проедем, Джейсон, давай, еще чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, Бумба. И мы практически выиграли. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, мы выиграли. 250 баксов in my pocket. То есть в кармашек. Собственно, отыграли те две ставки, которые поставили. Но деньги нам все равно класть некуда. Так что, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение еще одних страстей по Far Cry. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok